Такая работа для ветерана Великой Отечественной Владимира Тюмерова не в диковинку. Он дачник со стажем. В свои 92 года ловко управляется с лопатой и с удовольствием передает опыт молодому поколению. Самое главное, чтобы правильно посадить. Где это самое, не глубоко и не высоко. Вот так вот. Вроде бы мы так правильно сделали. Но ухаживать, конечно, поливать. Школьники мотают на усы, работают и между делом слушают фронтовые истории. Но и сами могут рассказать про своих прадедов. Война коснулась каждой семьи. Даниил Алексеев гордится своими дедами. Двое из них погибли в битве под Москвой. Двое вернулись с фронта. Мой прадед совершил подвиг 30 сентября, как раз когда у меня день рождения. Через реку он на лодке протягивал провод, связи. И все это было под обстрелами немцев. То есть пробили лодку. Она уже начала сдопляться. Но все-таки успел доплыть до другого берега и наладить связь, потому что связь была очень важная. 24 именных дерева. И каждое названо в честь одного из ветеранов войны, проживающих в Кировском районе. Рябина как символ мира, сирень как символ поведы. При школе номер 168 ученики вместе с ветеранами сажают аллею ветеранов и молодежи. Это очень символично, потому что это как связь поколений. Вот вас, ветеранов, и подрастающего поколения. Потому что вместе с деревенами будут россияне. Они получат знания. Здесь останутся, в нашей малой родине. И будут делать все для того, чтобы наш Кировский район, чтобы город Самара становился краше и чище. За аллеей ребята обещают ухаживать, чтобы рябина и сирень свели на радость горожанам и напоминали о подвиге соотечественников. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.